Невероятно вкусная рассыпчатая гречка, приготовленная в глиняных горшочках, несомненно понравится даже самому требовательному гурману, старый добрый рецепт с незабываемым ароматом домашней кухни. Рецепт приготовления гречки в горшочках очень простой, но в то же время позволяет приготовить эту замечательную крупу невероятно вкусно и ароматно, учитывая все полезные свойства гречки, а также то, что здесь мы будем использовать диетическое мясо курицы и овощи, то здесь мы получаем не только великолепный вкус, но и пользу для нашего здоровья. В общем, тут и говорить больше ничего, это замечательный простой рецепт гречки в горшочках для тех, кто по-настоящему ценит вкус домашней кухни. Список ингредиентов, в конце видео. Для начала нам необходимо подготовить овощи, для этого мы чистим лук и нарезаем его на средние кубики, морковь также чистим и натираем на крупной терке. Затем мы нарезаем грудку на маленькие кубики, перекладываем к луку и моркови, добавляем перец и базилик и тщательно все перемешиваем. В горшочек наливаем полстакана воды и выкладываем в него мясо с овощами, накрываем крышкой и ставим на 1 час в духовку, температуру устанавливаем 220-230 градусов. По истечении времени аккуратно извлекаем горшочек из духовки и выкладываем в него предварительно промытую гречку, доливаем еще полстакана кипятка, так чтобы жидкость была на 1-1-5 сантиметра ниже края, солим, аккуратно перемешиваем и сверху добавляем кусочек масла. Теперь его можно возвращать в духовку, закрыв крышкой, готовим еще полчаса, а когда время выйдет, выключаем огонь и 20 минут даем постоять горшочку в духовке. Подписывайтесь и ставьте лайки. Затем вынимаем нашу гречку и наслаждаемся великолепным вкусом. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Крупа гречневая, 200 грамм. Куриная грудка, 250-300 грамм. Лук репчатый, 85 грамм. Морковь, 35 грамм. Вода, 1-1-5 стакана. Масло сливочное, 20 грамм. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Базилик, по вкусу. Количество порций, 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До новых встреч!